Добрый вечер. В студии Роман Немов. Во Владимире эти выходные пройдет первый международный историко-культурный Свято-Андреевский форум. Это событие приурочено к 865-летию основания Свято-Боголюбского монастыря великим князем Андреем Боголюбским. Здесь и сейчас поговорим о программе форума и о его значении с модератором публичной дискуссии форума, доктором политических наук, профессором Владимирского филиала Ранхик с Романом Евстифеевым. Роман Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии 32-43-22 и 32-62-33. Код города 49-22. Итак, первый международный историко-культурный Свято-Андреевский форум. Расскажите нам, пожалуйста, а как вообще появилась идея его проведения? Идея проведения форума, наверное, это длинная история, но я не буду долго рассказывать. Я скажу, что 10 лет назад в Владимирском регионе мы попробовали отметить 900-летие со дня рождения Андрея Боголюбского. По одной из версий он родился в 1111 году. Соответственно, в 1111 году должно было 900 лет. Не получилось так, как хотелось широко и всенародно, но кое-как справили. И в итоге эта идея о том, что значение Андрея Боголюбского велико для Владимирской земли, для России и для мира, оно как-то внедрилось в умы людей. И многие-многие организации, группы, общественники хотели что-то сделать еще. В итоге это вылилось в то, что началось сотрудничество очень многих организаций, в том числе и Владимирской комиссии. Я правильно понимаю, что там получается, это как бы три такие силы. Это с одной стороны это церковь, с другой стороны это ученые и, насколько я понимаю, еще и культурные. Удивительным образом, да, удалось совместить интересы и Владимирской митрополии, и Русской Пелославной Церкви, и наших вузов, и общества, и бизнеса. И вот это все удалось оформить в некоторый проект, заявку, который выиграл даже президентский грант, благодаря чему, собственно, в таком масштабе этот форум и проводится в сентябрьские дни. Я не могу не спросить. Это форум, да, это не ради развлечения же он проводится. У него есть какие-то наверняка цели, задачи. Конечно, цель привлечь внимание, еще раз привлечь внимание к личности и к деяниям Андрея Боголюбского, показать его значимость для не только Владимирской земли, но вообще, я бы сказал, европейскую значимость, потому что это фигура европейского масштаба. И для того, чтобы мы его не забывали, для того, чтобы он нам до сих пор еще был полезен, даже так можно сказать прагматично, да, большая польза, может быть, от того, что мы будем его помнить. И это может привлекать внимание всего мира к нашему региону и городу. Я предлагаю посмотреть прямо сейчас небольшой видеоанонс форума, а затем подробнее поговорить о его программе. Форум откроет молебен, который пройдет 6 сентября в 11 часов у стен Успенского собора. Здесь же состоится фестиваль колокольного зона. В программе форума дискуссии, а также праздничный концерт на Соборной площади. Зрители смогут увидеть военно-историческую реконструкцию на тему воинской культуры Древней Руси XII века. Главная цель мероприятия – еще раз вспомнить о вкладе князя Андрея Боголюбского в историю и культуру нашей страны. Князь Андрей Боголюбский – это имя, которое вписано в историю не только города Владимира Иисусдаля, а России, мировую историю. С этим именем часто его называют человеком, который предвосхищал свое историческое время. Одна из главных площадок форума – патриарший сад. Вход на его территорию будет свободным. С 12 часов в воскресенье здесь можно посетить выставку работ пленера. Художники из разных регионов нашей страны представят картины, посвященные местам жизни Андрея Боголюбского. Для многих живописцев знакомство с масштабом личности князя стало настоящим откровением. Когда мы приезжали на места, связанные с жизнью князя Андрея, это Кидыкша, это Боголюбово, храм Пакрамана Нарлида и сам город Владимир. И когда мы их знакомили с историей, с деяниями, с личностью князя Андрея, то они действительно были в потрясении от масштаба. Они понимали, насколько человек многогранный и сколько он сделал для становления нашей государственности, становления нашей культуры. Это программа «Здесь сейчас». Меня зовут Роман Немов. Мы в прямом эфире говорим о первом таком событии, историко-культурном свято-андреевском форуме, который пройдет во Владимире 6-7 сентября. Роман Истефеев у нас в гостях. И о программе форумы хочется поговорить. Я так посмотрел его программу, которая опубликована на сайте, и она получается, что включает в себя научные события. С одной стороны, довольно-таки обширная научная программа и культурно-развлекательные. Давайте поговорим сначала о научной его части, потому что вы... Нет, можно про развлекательные поговорить. Потому что на самом деле задача форума привлекать людей, привлекать, развлекать, для того, чтобы люди пришли. Поэтому в программе форума есть очень много действий, которые музыкальных, на Соборной площади, например, колокольные звоны на площадках Владимира Суздаля, патриаршие сады задействованы. То есть довольно-таки обширные... Конечно. Для обывателя, для простого это будет интересная история. Ну, для людей это будет, я не знаю, кто такие обыватели, но для людей это будет интересно. Потому что за неделю до форума начал работать, есть такое слово пленэр для художников, понятное. Художники с разных регионов приехали для того, чтобы нарисовать те красоты, где мы живем. Это удивительные же места, на самом деле. Мы привыкли к этому, но они приехали и сами были удивлены тому, что здесь они увидели, нарисовали. Будет выставка этих произведений, я думаю, прекрасных, очень интересно их посмотреть. Будет и научные дискуссии, но которые тоже, мне кажется, важны и интересны, потому что они остры. Вообще сейчас не так много дискуссий проходит. Посмотрите, вы являетесь модератором дискуссии, которая фактически этот форум открывает. Она называется «Притеча российской государственности, традиции, инновации в деяниях Андрея Боголюбского». Кто именно станет участником этого круглого стола? У нас, как в России, традиции есть по иерархии называть. Я, наоборот, начну с участников, а в конце назову главных начальников и так далее. Пусть не обижаются. Так вот, к нам приедут гости. Конечно, пандемия, коронавирус, несли свои коррективы. Форум должен был состояться в июле сначала, потом перенесли на сентябрь. И не удалось всем, кто хотел бы и кого мы бы хотели видеть сюда, приехать. Но, тем не менее, к нам приедут очень интересные люди. Такие, как, например, известный антрополог Звягин Виктор Николаевич, который исследовал. Вот последние 10 лет он занимается исследованием останков Андрея Боголюбского. У него есть свой взгляд на то, как выглядел князь Андрей. Отличная от той реконструкции известной, которую проводил Михаил Герасимов в 40-е годы. У него совершенно другой облик у Андрея Боголюбского. И, кстати, вот это самая интересная для меня история, фантастическая, что Звягин, как эксперт, патолого-анатом, антрополог, восстановил полностью картину боя, последнего боя Андрея Боголюбского. То есть, которым он погиб. Которым он погиб, да. То есть, по тем зазубринам и, значит, ранениям, которые остались на костных останках, Звягин полностью восстановил всю картину. Она совершенно удивительна. Это просто надо посвящать этому... Жестокая была схватка? Жестокая схватка безоружного одного более чем 60-летнего человека с пятью вооруженными людьми. Вот это... И он полчаса продержался. Без смертельных ранений, фактически. Что интересно. Ну, фактически он потерял сознание от потери крови. Ни одно из ранений не было смертельным. И то потом он как-то клемался. Известная история, да, трагическая. И уполз с места, где его застали. И там потом нашли. То есть, вот это Звягин все восстановил. Я думаю, что он еще раз это расскажет. А может, что-то новое расскажет. Будет известный российский историк, архитектур, искусствовед Владимир Валентинович Седов. Который расскажет про архитектурные новации, которые пришли сюда вместе с Андреем Боголюбским. Ну, мы их всех видим каждый день. Нам они привычны. Но мы-то как-то, в принципе, не задумываемся, что до того времени это было своего рода, можно ли назвать это революцией некой, да? Безусловно. Новации, революции, как угодно называйте. Здесь было пусто. Здесь не было вот этих белокаменных, такого уровня белокаменных зданий. Вот они появились. Причем были очень тесные связи с зарубежными странами. Потому что Андрей Боголюбский поначалу пользовался помощью. И услуги выписывал из зарубежа, из тогдашних, ну, север Италии или юг Германии, где-то из этого региона. И, кстати, у нас будет и представлены, поскольку форум международный, у нас будет представлен и международный уровень, будет выступление из Нюрнберга, Германия. Там есть германский национальный музей, где хранится один из наплечников Андрея Боголюбского. Это знаменитый сам. Да, один хранится в Лувре, он сюда приезжал уже как раз вот 10 лет назад, ну, чуть меньше 10 лет назад. Второй в Нюрнберге сюда еще не приезжал. Может быть, удастся его сюда привезти. Вот представитель Нюрнбергского музея, правда, дистанционный, но все-таки выступит перед нами, расскажет о том, что там, как это все там хранится, и какие у них там есть свои истории про это. Тоже очень интересно. Это впервые будет сделано. И мы с удовольствием выслушаем нашего международного гостя, зарубежного гостя. Будет, конечно, Тихонов Андрей Константинович, известный наш историк и краевед, который много сил отдал Андрею Боголюбскому. И теперь самое главное, а может быть, не главное, да, будут представители органов власти, администрации области, законодательные собрания города Владимира, города Суздаля, представители и руководители разных структур, общественных, политических и так далее. Собственно, наверное, где бы хотелось, чтобы у них в головах это тоже каким-то образом осталось, что князь Андрей Боголюбский оставил нам вот это богатство не для того, чтобы мы его, так сказать, потеряли, да, или наблюдали просто так. Оно работает, оно должно работать, оно должно приносить нам удовольствие и всему миру. Вот позвольте мне сделать небольшую ремарку, и не ошибусь ли я, вы меня поправите. Вот вы рассказываете вот о тех вещах, да, которые будут обсуждаться только на одной дискуссии, да, то есть на одном круглом столе, который в Доме дружбы пройдет, да, вот как раз 6 сентября. И фигура Андрея Боголюбского настолько важна, да, не зря же название притечи российской государственности. Вот вы упомянули, да, что он приглашал для создания белокаменного облика, как потом оказалось, северо-восточной Древней Руси, мастеров с севера Италии и с юга Германии. А получается, что мы же об этом не задумываемся, или просто мы не представляем, насколько велики были международные связи у Владимира Суздальского княжества, да. И именно Боголюбский сделал его заметной точкой на карте Европы. Да, это становление государственности на северо-востоке Европы связано с именем Андрея Боголюбского. Я считаю, что есть еще две фигуры. Сопоставимые с ним? Не то, что сопоставимые, но одни современники, и можно по-разному их оценивать, но, тем не менее, это император Священной Римской империи германской нации Фридрих Барбарус, известный такой, чуть помладше был по возрасту Андрея Боголюбского, но создал великую империю, которая, как и все империи, тоже в итоге развалилась, но, тем не менее, и второй, или третий, да, это король Англии Джонка или Иоанн Безземельный, как его у нас в нашей традиции называют, который принял магну карту, великую хартию вольности, и тем самым заложил основу современной демократии, между прочим. Но это, правда, было уже через лет 20-30 после трагической гибели. Но все равно, в то время, фактически, вот эти две, ну, значимые в мировой истории фигуры, и Боголюбский на одном уровне. Я считаю, что три фигуры, которые заложили три модели государственности. Три модели государственности. Империя, имперская государственность, государственность самодержавная, потому что Боголюбского называли первым самовластом, первым самодержавством на Руси. И вот эта договорная модель, так ее можно назвать, английская модель, которая вылилась в итоге в парламентскую демократию, которая в Англии до сих пор существует. И вот три модели очень интересные, которые, ну, мне кажется, надо еще изучать и изучать. Я все-таки спрошу и уточню. Было бы странно, если бы историко-культурно-свято-андрейский форум не делал акцент на фигуре Андрея Боголюбского. Вы уже сказали, что она великозначима с Фридрихом Барбароссой и Иоанном Безземельным. Да круче даже. Тогда вопрос, в чем, если на этот вопрос можно ответить, учитывая рамки ограниченной нашей программы временные, в чем заключается главная роль Андрея Боголюбского именно в формировании российского государства? Я немножко сначала несерьезно скажу. На самом деле в 1155 году сюда Андрей Боголюбский приехал и здесь забурлила жизнь. Да, это правда, потому что здесь в основном сельские населения, небольшие города. И вот приезжает Андрей, правда это его родина была, он ее любил, но он бросил Киев, бросил мать городов русских, центральный княжеский стол, он старший сын князя Юрия Долгорукова, и он собственно должен стать уже князем киевским через какое-то время, а отец его погиб через два года примерно, в 1957-м, наверное. Так вот он бросает это все, бросает карьеру, бросает перспективы и едет в леса, в поля неизвестности, начинает такой стартап своей собственной идеи, это стартап российской государственности, заново создавая здесь все, переделывая это под себя, может быть ломая даже старинные какие-то вечевые традиции. То есть его не устроили то, что было в Киеве, и он решил сделать свою собственную модель государства, то есть в этом заслуга? Да, конечно, конечно, это отличная от Киева модель государства, которая привязана не к роду, а к месту. Владимир стал столицей, на самом деле, реально. Тогда столицы могли, ну, фактически перемещаться, там, кому старший сын куда-то уехал, там, там, ну, феодальная раздробленность, мы в школе учили, вот это называется феодальная раздробленность. Так вот, Андрей Боголюбовский, это попытка выйти из феодальной раздробленности, может быть, не совсем удачная, не до конца реализованная по известным причинам, но, тем не менее, это такой, абсолютно, так сказать, прорыв такой был сделан в будущее, но, может быть, не до конца. Ну, и потом Киева в итоге продолжили, вот эту модель, и вот на ум приходит села Большое Гнездо, он как раз стал, что называется... Ну, расцвет. Да, расцвет. Сумел объединить все его идеи. Да, расцвет Владимирской земли, как раз связан с деятельностью Всеволода, который вот на базе того, чтобы... Младший брат он был, Андрей Боголюбовский, если вы знаете, да, намного младше он там был. Так вот, на базе того, что сделал Андрей, на базе его идеи, он очень, так сказать, плодотворно поработал. Правда, потом случился вот этот обрыв, связанный с Игом и с нашествием вот этих, как по-разному называют, татар-монголы, монголы-татар, просто монголы, как угодно можно называть, но факт с фактом, 1237 год, трагический год, когда Владимир вот просто опустился в ноль почти, что его... Вернемся все-таки к форуму. Одной из важнейших его, насколько, частей, насколько я понимаю, будут традиционные, все-таки здесь мы же сделаем акцент, традиционные свято-андреевские чтения, которые пройдут в Боголюбово. Вы были участником этих чтений, насколько я понимаю, и в связи с этим, вот будет ли какой-то сделан акцент на темах чтений в этом году, да, потому что все-таки первый форум, то есть какое-то сделают отличие от предыдущих лет. Или это все-таки будут традиционные свято-андреевские чтения? По темам, тема Андрея Боголюбского и Боголюбова, Владимирская земля, это все необъятная тема на самом деле, потому что именно об этом мы все будем говорить. И о будущем Владимирской земли, тоже, кстати, тоже важная тема, будущее, оно связано с каким-то проектом, который был у Андрея, например, если он у нас. Вот на этих чтениях, я надеюсь, они всегда проходят очень интересно, необычно, они проходят прямо в храме, что необычно даже для многих наших современников. Там ставятся лавочки, скамейки, прямо там проходят выступления, дискуссии. Мне это очень импонирует, на самом деле это очень современно. Я надеюсь, в этом году будет то же самое, и все желающие могут в этом принять участие, вот что важно. Ну, может быть, любопытные темы какие-то, вы уже знаете, из программы, что там... Темы связаны... Лично для вас, может быть, например. Темы все связаны с Андреем Боголюбским, тут даже нечего тут угадывать. Я только отмечу еще что, что кроме вот этих чтений в Суздале будет еще научная конференция 7 сентября, что тоже интересно туда приедут еще ученые и друг с другом поговорят на научном языке. Это в Суздале будет? Это будет в Суздале 7 сентября. Да, 6 сентября дискуссия в Доме дружбы. Но там, как я ее вижу, это дискуссия как раз для того, чтобы внести в головы наших крупных политических государственных деятелей важность Андрея Боголюбского. Они не все не всегда понимают, они свои заботы, но тем не менее. За 10 лет, как мы вот отмечали юбилея Андрея Боголюбского, вышло десяток книг, причем не только во Владимире, а в России и за рубежом даже, посвященных Андрею Боголюбскому. Я вот только часть принес, вы видите, что еще есть такая же часть. В год по книге точно выходила толстая, хорошая книга про Андрея Боголюбского и его время. Это действительно фигура переломного времени, переломной эпохи, трагическая фигура. Как вы знаете, он был убит. И получается ведь, смотрите, важная фигура для, скажем так, для светской истории страны. Это очень важнейшая фигура для религиозной истории страны, для истории вообще русской полосновной церкви, потому что Андрей Боголюбский, святой князь. В этом году вот этот первый форум, он как бы становится, ну, выходя, да, то есть, пометуя о свято-андреевских чтениях, не только церковным, но и светским мероприятием. Да. Для чего это сделано? Ну, я считаю, это совершенно правильно сделано. Отделять, то есть, средневековый человек, каким был, скажем, Андрей Боголюбский, вряд ли отделял свою светскую жизнь от религиозной деятельности. То есть, таких понятий, наверное, даже не существовало. Для него это был единый мир. Они по-другому видели мир. И мы тоже, наверное, должны это понимать и почитать. И поэтому вот такая коллаборация церкви, общества, бизнеса, науки и так далее, она, мне кажется, как раз вполне естественна здесь и дает какой-то общий такой интегральный результат. И это, я рад, что все участники, которых я перечислил, и религиозные деятели, и общественные деятели, и политические, они это понимают. И никакого тут перетягивания, перетягивания Андрея Боголюбского нет. Никто не тянет. Хорошо, а мне вот тоже со стороны это видится тоже. Вот есть историки, они изучают фигуры Андрея Боголюбского. Есть богословы, которые изучают его святые деяния, житие святых, не знаю, как правильно точно это назвать. Есть культурологи, которые изучают его культурные наследия. А вот теперь получается, что вот этот первый форум призван объединить всех людей, которые с разных точек зрения изучают Андрея Боголюбского, поделиться этими знаниями для того, чтобы вот это изучение этой фигуры, такой значимый для всемирной истории, сделать более объемным. Совершенно верно. Это первый, он не только потому, что мы раньше так не собирались, потому что первый раз попробовали объединить усилия всех. Объединить всех без исключения. Да, это здорово, это очень интересно, и из этого, наверное, что-то должно интегральное получиться. И в том числе, мне все-таки жалко, что у нас ни в городе, ни в регионе память Андрея Боголюбского в светском пространстве почти не присутствует. Об этом чуть позже, у нас есть телефонный звонок, мы работаем в прямом эфире, напомню, телефоны студии 32-43-22 и 32-62-33, код города 49-22. Здравствуйте. Вы в эфире, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, очень хотелось бы узнать, как вы относитесь к теории Литского о том, что Андрей Боголюбский создал в Владимире своеобразное сакральное пространство, несколько сакральных пространств. Знаете ли вы об этой теории и что можете об этом сказать? Ваше мнение. Я, к сожалению, не расслышал. Вы поняли вопрос? Ну, примерно понял. Если смогу ответить кратко, то попробую. Вопрос был в том, что Андрей Боголюбский создал несколько сакральных пространств во Владимире. Я отвечу, может быть, общее, а потом перейду к частному. То есть, на самом деле, то, что мы видим сегодня в Владимире, это действительно творение Андрея Боголюбского во многом. И первоначальная разметка, значит, градостроительная, и нахождение храмов и так далее, это его творение, это его видение. Но откуда оно взялось? Есть очень, да, на самом деле интересная теория о том, что ориентиром для Андрея Боголюбского был либо Киев, либо Иерусалим. Он пробовал повторить те пропорции, те масштабы и линии, которые на самом деле были... Ну, Киев тоже, кстати, прообразом считал Иерусалим, поэтому для него было важно сохранить эту атмосферу, скорее всего, даже Иерусалима, а не Киева. То есть, как бы первопричину он видел вот именно в этом. А он бывал в Иерусалиме? Ну, нет, нет, ну, видимо, нет, да. Хотя, хотя и тоже есть такие теории, что он там был участником крестового похода и прочее, прочее. Ну, я думаю, что, наверное, нет, скорее всего. Наверное, нет, да. Да, но, тем не менее, он, я думаю, что осознавал то, что он делает и видел именно в Иерусалиме прообраз того города, который он хотел построить и в итоге построил. И это чувствуется, мы живем в таком удивительном городе, где эти пропорции, по крайней мере, в центральной части, пока еще, слава богу, сохранены. Вы уже упомянули о том, что во Владимире и в Суздале нету какого-то светского упоминания о фигуре Андрея Боголюбского. Насколько я знаю, в рамках форума в очередной раз будет предложено установить памятник Андрею Боголюбскому. Мои коллеги подготовили небольшой видеоматериал, связанный с этим наболевшим вопросом. Я предлагаю его посмотреть, а затем поговорить на эту тему. Дело с монументом князю никак не сдвинется с мертвой точки уже второй десяток лет. Бронзовый Боголюбский не появился в конце 2000-х годов на треугольнике перед городским УВД. Не установили его и позже в сквере у школы номер один на театральной площади. Не пошло дело с локацией на Спасском холме. Не приступили к сооружению монумента в Суздале. А в Боголюбово не решились устанавливать памятник на вершине древнего вала над улицей Ленина. В 2024 году будет 850 лет с момента убийства князя, при котором во Владимире построили Золотые ворота и Успенский собор. Установят ли к этой дате памятник Андрею Боголюбскому вопрос открытый. Это программа «Здесь сейчас». Меня зовут Роман Немов. Сегодня у нас в гостях Роман Истифеев. И мы говорим о первом международном историко-культурном Свято-Андрейском форуме, который пройдет в эти выходные во Владимире, в Суздале и в Боголюбове. Роман Владимирович, вы... О памятнике. Да, о памятнике. Сколько лет уже идет разговор? Ну, почти 10, наверное. 10 лет. На самом деле еще и раньше. Ну, конечно, город... Я когда готовился к эфиру, я наткнулся на одну из самых ранних новостей в 2007 год. То есть, это получается... Да. Но здесь сложная история. Я-то сторонник более аккуратного подхода к установке разных истуканов в городе. У нас и так их уже, к сожалению, немало. Я сторонник того, что сначала нужно в головах у людей выстроить что-то или понимание роли и значимости Андрея Боголюбского. А потом уже думать, как это воплотить архитектурно или искусственно и прочее. То есть, я думаю, что ничего страшного пока не происходит, если нет пока памятника. Вот форум пройдет, еще какие-то мероприятия запланируем. И все-таки главное, чтобы люди поняли. А, ну да, чтобы люди тоже захотели этот памятник. Ну, конечно. Чтобы было нужно, во-первых, понятно кому и за что. Андрей Боголюбский ведь очень противоречивая фигура. Мы должны это тоже понимать. Мы не должны говорить, что это вот такой распрекрасный человек, который пришел на северо-восток Руси и тут все сделал красиво и конфетку. Нет. Это был сын своего времени с тяжелым характером. Ключевский Василий Иосифович, наш историк, называл его чуть ли не самодуром. Потому что некоторые его поступки отдают вот таким вот самовластям и нежеланием ни с кем считаться. Это сложная историческая фигура. И в этом его величие. То есть даже при этой сложности он смог все-таки сделать очень важные вещи. Мы тоже сложные люди, но не все у нас так получается. Но масштаб пока исторический у нас не такой, как у Андрея Боголюбского. Вот я хочу, чтобы мы это понимали. То есть не надо помпезных каких-то фигур и стуканов, за которыми ни человека, ничего не видно, ни истории. Этого бы не хотелось. Хотелось бы понять вот эту трагичность и трагический его уход из жизни. Это же тоже трагедия. Ну, личное мнение ваше, где вы памятны? Нет, я пока не вижу ни места, ни воплощения, к сожалению. Пока не могу сказать. И призываю не торопиться на самое мнение. Культурная программа будет обширной. Мы о ней рассказали. Узнать. Я только могу сказать, что по культурной программе я тут точно не специалист, как человек непричастный к культуре. Ну, просто для Владимирцев приходить уже с 11 утра 6 сентября на Соборной площади будет множество разнообразных культурных мероприятий. Там и выступления богатырской дружины Русичи, и колокольные звоны. В общем, будет очень интересно, если вы хотите прикоснуться с этой частью этого форума. В завершение. Это первый международный историко-культурный Свято-Андрейский форум. Будет ли второй? Ну, я думаю, что да. Если, ну, не если, а даже. Я думаю, что все будет хорошо, все получится. И организаторам огромное спасибо, потому что огромная работа. Они уже проделали еще впереди, у них там несколько бессонных дней и ночей. Я думаю, что все получится, и будет какой-то, значит, эмоциональный выплеск очень хороший. Я думаю, будет второй форум, а может быть другие мероприятия, а может быть что-то еще. Потому что мы планируем по итогам форума создать некий документ, можно назвать это так, казенной резолюцией, можно какое-то мнение. То есть мы соберем те предложения, которые на площадках форума прозвучат, и хотели бы их как-то оформить и выдать в таком организованном виде, раздать нашим органам власти. Там будет наверняка очень хорошее, интересное предложение по продолжению вот этого всего. Потому что, видимо, на первом форуме будут сделаны некие, скажем так, шаги, которые так или иначе должны организовать второй форум. И это тоже, да. Но я думаю, что это не самое главное. Будет второй форум через год, но у нас впереди еще целый год, и в этом году тоже можно что-то еще придумывать, делать, привлекать внимание. И задача форума в том числе и в этом, чтобы от форума до форума разговор об Андрее Боголевском, о его жизни. И не только разговор. Очень хорошо, что у нас в этом форуме не только мы болтаем, да, разговариваем. Там много движухи такой очень интересной, такой, который современный. Вот это самое удивительное. Да, мы говорим о фигуре, которая жила 800 с лишним лет назад, но довольно современно это все... А может быть, нужно еще современнее это делать. Вы будете тогда вообще... Задача привлекать внимание свое, наших людей, привлекать внимание и туристов в том числе. В итоге мы должны иметь какие-то свои точки притяжения, куда бы туристу было бы интересно приехать. Нельзя было бы не приехать. Ну как быть на северо-востоке Руси и не посетить Владимир? Это нельзя. Там же Андрей Боголевский. Конечно, да. Роман Владимирович, спасибо большое за ответы на вопросы. Спасибо. О первом международном историко-культурном Свято-Андреевском форуме нам рассказал Роман Юстифеев. Напомню, запись сегодняшнего эфира вы можете найти на нашем сайте trc33.ru и на официальном канале на YouTube. Желаю всем хороших выходных. С вами был Роман Немов. До новых встреч в эфире. С вами был Роман Немов. Продолжение следует...